В преддверии дня воздушного флота России 210 лет со дня основания отмечает нижегородское предприятие «Гидромаш». Продукция одного из лидеров авиастроительной отрасли страны применяется практически во всех отечественных самолетах, будь то гражданские или военные. Это Як, Ил, Ту, Ан, конечно, Миг и Су. Без деталей нашего предприятия не обходятся и вертолеты марки К и Ми. В свой день рождения и профессиональный праздник на «Гидромаше» дипломы и благодарственные письма от главы региона получают лучшие сотрудники предприятия. Я работаю на предприятии 30 лет и за это время завод очень изменился. Пройдя трудные 90-е годы, годы перестройки, завод начал активно реконструироваться. Вы сами были свидетелями, сколько станков новых появилось. Соответственно, молодежь пришла, грамотная молодежь пришла, заказы увеличиваются. А раз увеличивать заказы, значит, зарплата, естественно, повышается. И люди очень заинтересованы работать на нашем предприятии. В этом году также несколько десятков сотрудников получают из служебное жилье. По словам молодых специалистов, такое подспорье вместе со стабильной зарплатой позволяет уверенно смотреть в завтрашний день и строить уже новые планы на будущее. Планы дальнейшие, значит, естественно, буду копить деньги на собственное жилье. Тем более у нас есть плата за эту гостиницу символическая, поэтому есть все возможности копить на жилье. Модернизация производства, грамотная внутренняя политика руководства предприятия при поддержке региональных властей уже дают весомые результаты. Работа на гидромашине то, что не стоит, заказов становится все больше. Мы выпускаем продукции столько, сколько выпускали в 91-м году, да? А численность у нас в два раза меньше, чем была раньше. Вот так. Вот что дает. Производительность. Сегодня у нас из пяти предприятий четыре уже проходят или прошли модернизацию. И это сразу отражается на результатах. Если говорить о гидромаше, то сегодня задача стоит, как освоить то, что от них сегодня требуют заказчики. Вот в нынешнем году темп просто 38%, а на следующий год вместо пяти миллиардов надо уже выручку иметь семь миллиардов. Сегодня оборонка не только в Нижегородском регионе, но и по всей России переживает подъем. Задачи, озвученные президентом страны, стоят конкретные. И здесь наша область на верном пути. Только в этом году объем производства оборонных промышленных предприятий региона увеличится на 15%. Именно такую задачу за счет расширения рынка сбыта, продолжения модернизации производств и развития импортозамещения поставил губернатор Валерий Шанцев.